Чтобы опять-таки разрушать у детей целостность, понимаете? Если ребенок его целостность разрушит с детства, потом его легко манипулировать. Ведь то, что наши предки добивали, что ребенок воспитывался цельным и он крепким. Почему русский дом был всегда крепкий? А потому что с детства воспитывали так, что человек никогда не был рабом. Вы знаете, что русские были самыми худшими рабами? Знаете об этом, да? Слышали об этом, да? Во всяких исторических документах считалось, что русские самые худшие рабы. Рабцы пытались, если захватывали рабство, то они пытались сделать все, что от него избавиться. А только христианство навязали, вот тут появилось то, что уже рабская философия и тому подобное. А до этого было совсем по-другому. Поэтому, именно если воспитывать детей, именно что каждый ребенок, человек, и что он имеет право на достойность, ну, достойное уважение и тому подобное, что он должен уважать других и его должны уважать, не позволять себя унижать и оскорблять и так далее, ребенка маленькую, то много, но опять-таки это, думаю, что пока самый вариант простой, это именно русские сказки, как можно, именно, потому что у них очень много действительно красоты и духовности, настоящий такой воспитывающий человека, высокий, стремящий, толкающий человека к чему-то хорошему. Продолжение следует...